Друзья, всем привет! Сегодня покажу 4 легких блюда на Рождество. Они легкие как в приготовлении, так и в употреблении. Здесь нет ни холодца, ни тонн майонеза. Ну что, поехали? И сначала мы сделаем красивую закуску в форме веночка а-ля капреза. Нам понадобятся помидоры черри, сыр моцарелла, соус песто при желании, бальзамический соус и зеленый базилик. Мы просто берем круглое блюдо и выкладываем все ингредиенты в форме веночка. Все ингредиенты это помидоры и сыр моцарелла. Если используете соус песто, то его нужно налить в небольшую чашку и поставить в середину венка, то есть в центр. Соус песто можно делать самостоятельно, но в этот раз я купила его во вкусвель, и он, кстати, очень хороший. И да, я взяла моцареллу небольшую, а моцареллу менее, и она выглядела как елочные шары. У меня получился настоящий рождественский веночек. Потом веночек украшаем листьями базилика. Чем больше листьев, тем красивее. Готовую закуску поливаем бальзамическим соусом или оливковым маслом, как вам больше нравится. И подаем. Она точно займет центральное место на вашем праздничном столе. И теперь приготовим утку. Ну какое Рождество без гуся, утки или курицы, правильно? Я остановилась на утке, она мне нравится больше всего. Ее легко готовить, и она очень вкусная и нежирная. Сначала нашу утку нужно замариновать. Для этого я выжимаю сок из апельсина, а второй апельсин натираю на терке, то есть отнимаю с него цедру. В принципе, здесь сок можно не выжимать, а купить уже готовый. Цедру смешиваем с чесноком, добавляем немного соли и все хорошенько перемешиваем. Берем нашу утку и накалываем ее вилочкой со всех сторон, чтобы маринад лучше ее пропитал. Смазываем утку со всех сторон, в том числе и внутри, апельсиновым соком. Это удобно делать с силиконовой кисточкой. Затем также со всех сторон, в том числе и внутри, натираем маринадом и убираем утку промариноваться на 8 часов. К утке отлично подойдет какой-нибудь ягодный соус. Я готовила из брусники. Просто насыпаем в ковшик замороженную ягоду, добавляем сахар, соль и перец чили. Ставим на огонь и варим до загустения. Воду добавлять не нужно. Чтобы соус получился более однородным, его можно протереть через сито. Здесь кому как больше нравится, я чаще всего этот этап пропускаю. Теперь берем яблоки и нарезаем их на не очень маленькие кусочки. Складываем яблоки внутрь утки и защипываем края зубочисткой. Наша утка к этому времени уже должна хорошо промариноваться. Утку складываем на противень, застеленный бумагой, или смазанный маслом, накрываем фольгой и убираем в духовку. Готовим в разогретой духовке 1 час 20 минут при 180 градусах. Через необходимое время утку достаем, снимаем аккуратно фольгу и поливаем ее соком. Тем самым соком, который выделился при запекании утки. Затем снова ставим утку в духовку примерно минут на 40. Для золотистой корочки ее нужно подержать в самом конце примерно 5 минут под грилем. Это очень вкусно, советую вам обязательно приготовить ее на Рождество. А мы переходим к десерту. Будем готовить самый настоящий торт на пылен, но сделаем это в стакане. Слоеное тесто готовим по инструкции на упаковке одним пластом. В ковш наливаем молоко, добавляем ванильный сахар и доводим до кипения. В глубокой миске смешиваем яйца, сахар и кукурузный крахмал. Все хорошенько перемешиваем, но не взбиваем. Когда молоко закипит, постепенно добавляем его в нашу яично-сахарную крахмальную смесь. Добавили половник, размешали. И так нужно поступить со всем молоком. Потом переливаем весь наш крем обратно в ковшик и снова ставим на плиту. Варим до загустения, постоянно помешивая венчиком или вилкой. Корж из слоеного теста у нас испекся. У меня ушло на это примерно 10-15 минут. Его нужно порезать или раскрошить руками на кусочки. Слоеное тесто можно сделать самим или купить в магазине. Если покупаете в магазине, смотрите, чтобы в составе был не маргарин, а сливочное масло. Теперь берем красивые стаканы и выкладываем наш торт слоями. Сначала крошка, потом крем, потом снова крошка, потом снова крем. Верхний слой должен состоять из крема. Готовый десерт остужаем до комнатной температуры. Затем убираем в холодильник и даем ему там постоять примерно часа 4. Чем дольше постоит, тем будет вкуснее. А теперь мы делаем жареный сыр к вину. Мне кажется, это идеальная закуска на Рождество. Насыпаем в тарелку панировочные сухари, добавляем муку, соль и немножко куркумы для золотистого цвета. Хорошенько все это перемешиваем. В другую мисочку разбиваем яйцо и взбалтываем его вилкой, чтобы желток соединился с белком. Сыр у меня был адыгейский, нарезаем на не очень маленькие кусочки. И не очень большие, но на средние, чтобы их было удобно брать вилкой. Сковородку гриля или любую толстостенную сковородку смазываем небольшим количеством масла, накалываем на вилку кусочек сыра, окунаем сначала в яйцо, затем в панировочные сухари и выкладываем на сковородку. Проделываем то же самое с другими кусочками сыра. Огонь должен быть средний или даже, возможно, сильный. Это все зависит от вашей плиты и вашей сковородки. Жарить сыр нужно до красивой золотистой корочки. Вот то такой. Это очень классная закуска. Приятного вам аппетита и поздравляю всех с наступающим Рождеством. Желаю вам мира, добра, уюта, чтобы вы никогда не ругались и никогда не болели. И чтобы вы встретили Рождество в счастливом кругу вашей семьи.